приветствую всех кто заглянул на мой канал сегодня я хочу познакомить вас с одной необычной открыткой я заказывала ножик комплект ножей с aliexpress и задумалась а можно ли сделать собственными ножами которые у нас практически у всех есть наличие я думаю что эти ножи вас тоже есть эти рамочки у большинство из нас они есть вот они я выбрала из них три самые основные первые самую большую среднюю после нее и самую маленькую если сравнить aliexpress вот самая большая потом идет средняя и самая маленькая которая делает вырезать по трем сторонам и делает в трех местах тиснение в начале середине и в конце не доходя 5 миллиметров до конца язычка при помощи вот этой рамочке я делаю сделала шаблон которая потом перенесла на мою основу карандашом там все начертила и потом это можно вырезать итак приступаем это у меня в кадре осталось после того что я вырезала и подготовила это все потому что хотела не хотела чтобы видео слишком длинным получилось я подготовила первую которая будет служить на первом плане дальше идет средняя которая будет служить как она будет двигаться туда-сюда и последняя третья часть от открытий которая будет служить вот так она будет в самом в конце она будет там мы сможем также поставить нашу печать или что у нас есть написать что это ручная работа она будет самом конце и она играет роль мы сделаем такую открытку она и как похоже на кармашек можно сказать здесь мы складываем все четко чтобы ничего нигде не выглядывала вот она это серединка которую мы должны вырезать сами то что видно сейчас кадре там у меня после очередного видео я не успела это убрать вовремя сейчас я под подвинуть сейчас это поближе и приступим к вырезанию серединке вот это все убираем остальное в сторону остальное вот это сейчас нам не понадобится и и вырезаем на этой основе серединку можно сказать что вырезаем такой язычок оставляя рамку вырезаем только три части оставляя вот от этой прорези чуть-чуть надо ниже где-то миллиметров ну я не знаю пять или шесть миллиметров чтобы она не было до самого до самой этой прорези поскольку это прорезь вот чуть чуть ниже нее надо сделать эти прорези вырезание эти вот сделали по двум сторонам остается на третья сторона и прорезаем эту сторону на самом деле открытка получается очень и очень красивая и необычная и такие открытки можно делать на разные темы мужской уже на же жить для женщины для девочки здесь в начале как я уже говорила необходимо сделать тиснение если у вас скраб бумага она имеет определенную толщину то конечно нужно делать все эти беговки при помощи палки для беговки или то что есть у вас под рукой чтобы не повредить бумагу чтобы не было заломов потому что это лицевая часть открытки и все здесь будет видно у меня это палка для просто для тиснения то что там используется в каких то вещах но они у меня есть разного диаметра и ее называют еще булькой делаем в начале такое тиснение и в конце только лишь на этом язычке не касаясь рамочки вокруг только на этом язычке делаем эту беговку эту линию беговки необходимо делать где-то 5 мм но не больше больше не стоит уже делать то чтобы будет некрасиво и нет такой необходимости 5 мм это то что нужно и дальше я эту бумагу сгибаю по этим местам где я пробеговала а серединку я просто согну вот этот язычок пополам здесь надо тоже согнуть и согнуть пополам надо видите в каком виде вот согнутом виде это должно быть вот отсюда должна быть половинка если у вас краб бумага то нужно конечно не провести необходимые расчеты где это будет серединка то есть то есть меряем от начала и до этой линии сгиба меряем все вот это расстояние и потом поделим это эту цифру делим пополам и получаем место где мы сделаем посередине эту линию сгиба эту линию вот у нас должна получиться вот такая конструкция получилась у нас эта конструкция дальше мы будем собирать это все вместе дальше уже идет очень интересный процесс который я думаю всем понравится на этой карточке мы должны делать потом отштамповку чего-нибудь какого-то слова которое мы хотим напечатать на открытке с днем рождения или еще какое-то слово которое мы хотим выделить эту открытку для этого чтобы продолжать дальше делать эту открытку мы должны приклеить вот эту серединку которая будет двигаться туда и сюда мы должны приклеить ее вот этой основе которую к этому язычку которое мы его только что вырезали для этого мы сгибаем это место которое мы согнули мы сделали линию беговки мы ее промазываем клеем вот так не сильно обильно чтобы он не вылезал со всех сторон нам необходимо здесь очень аккуратная работа это должна быть чтобы клей не вылезал чтобы было все ровненько никаких листочек чтоб не вылезали ничего клеим аккуратно мы это проклеивали и смотрим как она у нас будет работать проверяем что было все ровненько все начинается с того что когда мы делаем шаблон ставим шаблон и прорисовываем уже тогда мы должны ровненько все ставить и вот проверяем работает наша конструкция работает отлично теперь нам надо приклеить третью сторону которая последняя но до того что мы ее заклеим нам необходимо напечатать то что мы там хотим увидеть какое-то слово или несколько слов для этого мы ставим ее ровненько опять же проверяем все края чтобы они были ровные чтобы ничего нигде не торчало и ищем какой-нибудь штанг какой нам больше подходит или же может но здесь на данные открытки нельзя использовать ножи например которые вырезают слова потому что тогда это будет мешать вот этому язычку туда и сюда двигаться поэтому необходимо это просто напечатать или написать от руки если красиво пишите или напечатать красиво чтобы просто были напечатаны эти слова и не выделялись обычно мы в скраббукинге что-то пытаемся выделить эти слова чтобы они объемные были в данной открытке их нельзя выделять потому что она тогда будет мешать вот этой конструкции и двигаться будет мешать движению поэтому я выбрала там следую за мечтой дальше я буду украшать эту вот рыточку то есть мы ее начали и мы ее закончим для этого нужно после просмотра видео подготовиться и уже вместе со мной еще раз попытаться сделать открытку на самом деле в ней ничего сложного нету но она очень эффектно смотрится вот это движение туда-сюда она для нас понятно но для обычных людей это не понятно как это все мы складываем все аккуратно все детали чтобы ровненько было и наметим сейчас место где мы можем это слово или слова или одно слово можем пропечатать отштамповать для этого мы берем карандаш и сделаем небольшие наметки потом мы этот карандаш сотрем естественно что надо аккуратно карандашом вести не нужно нажимать ни в коем случае очень аккуратные легкие такие наметки чисто для нас чтобы мы знали куда это слово или куда эти слова отштамповать я сразу вытираю карандаш который я наносила когда подготовила это все чтобы потом не забыть вырезаем очень аккуратно чтобы ничего никаких следов не оставалось потому что это у нас передняя сторона лицевая и нам конечно важно чтобы это было чтобы это было аккуратно и чтобы нигде ничего не видно было вы помните да что внутри уже находится подложка это которая помогает нам чтобы открытка двинулась туда-сюда ну она конечно видите язычок этот приклеивается прямо посередине у меня это не совсем прямо посередине посередине но это не сильно заметно здесь вы можете постараться сделать ее именно посередине я до этого не делала это можно сказать экспериментальная открытка самостоятельная я до этого делала при помощи того ножа набора ножей которые вам показывала а здесь я уже решила самостоятельно сделать поэтому не судите меня строго чтобы это было ровно посередине сами можете это усовершенствовать проверить и сделать так чтобы это было ровно посередине я же намазала штамп и буду сейчас отштамповывать эти слова очень аккуратно посередине и стараться ровно чтобы эта запись была которую вы хотите нанести туда ровно посередине ровненько так чистенько чтобы стараться чтобы это не не размазано ничего потому что здесь уже ничего не сделаешь придется весь лист менять если что то какая то ошибка поэтому именно в данную открытку нужно очень большая внимание большое внимание аккуратность и потому что если что то испортится уже придется саму бумагу менять дальше опять же проверяем видите по многу раз надо проверять чтобы все было на своем месте чтобы ничего не не торчало ни с такой стороны очень ровненько проверяем еще раз здесь я например поставила вот это посередине что надо сказать потом человеку что ты не вот здесь а можно и не ставить я теперь ровно посередине поставила и наношу клей наносим клей сюда по трем вот эту сторону где я держу рукой ее вообще нельзя трогать потому что эта сторона должна быть свободной здесь будет выходить этот язычок и мы будем его вытаскивать то есть он будет выходить и там должно быть все открыто там клея не должно быть по трем сторонам мы ставим клей а вот эта сторона где прорези это где вырезана половина круга ее трогать нельзя снова проверяем что все находится на месте что ничего не криво что все ровненько и приклеиваем третью деталь этой открытки и снова проверяем снова проверяем обычно такие открытки клеятся при помощи такого клея с которым можно еще немножко поиграться если вдруг что-то неровненько пошло где-то что-то не так чтобы можно было чуть-чуть бумагу подвинять и чтобы она была ровная потому что это очень важно это очень важно проверяем и клеем хорошенько даем клею немножко схватить бумаги и проверяем вот мы видим что конструкция наша работает отлично все мы ее сейчас отложим надпись у нас уже есть и теперь мы возьмемся за главные за главных персонажей этой открытки за оформление подложки так сказать за вот то что нам больше всего нравится наверное создаем создаем композицию создаем там вот заказывала еще ножи при помощи них я сделала задний фон как облака проверяем это не подходит вот это и вторая деталь пойдет сюда если поставить еще вот эту сиреневую то это уже много поэтому ставим и делаем побольше как мы обычно делаем и проверяем подходит не подходит поняли что не подходит или подходит кому как но всегда нужно делать еще дополнительно чтобы можно было бы с этими цветами с цветовой гаммой поиграться немножко я поняла что мне двух вот этих хватает и продолжаем дальше для того чтобы создать сзади небольшой фон там где бумага не может закрывать вот белую нашу подложку немножко можно подкрасить либо можно было бы сразу взять светлую подложку и уже на ней наносить приклеивать вернее вот эти фломастерами эти кстати я на показываю что очень ими довольна маркерами этими они больше похожи на кисточку они очень мягкие рисует очень и довольно толстые тоже вырезаем вот эти то что нам нужно приклеивать из остатков которые у нас остались я не знаю может быть сделать такое видео покажу как я храню бумагу я очень не люблю выбрасывать остатки я люблю использовать из остатков бумаги я могу делать листочки маленькие могу делать цветочки небольшие могу какие-то полоски вырезать могу например как я здесь сделала эти облака вот таком плане могу траву делать вырезать имеется в виду поэтому я мелкие остатки даже стараюсь не выбрасывать я их хранила до сих пор их храню в специальных коробочках которые я сделала их на быструю руку как-нибудь может быть поделюсь этим и я разделила это все по цветам если зеленая там кселеным если там ну разные цвета у меня есть если красный допустим там может быть и бордовый тоже но оттенки я не разделяю но если цвет зеленый или какой там я ставлю его каждый в своем цвете и когда мне нужно что-нибудь и это небольшое что-то то я ищу там прежде всего потому что использовать большие куски бумаги и разрезать бумагу вдоль и поперек я не люблю из больших кусков можно делать подложки на открытке подложки под фотографии еще что-то поэтому я стараюсь если маленькие детали мне нужно вырезать я из маленьких из вот этих остатков вырезаю остатки как вы знаете бывают разные бывают маленькие совсем бывают и покрупнее но совсем уж совсем кропотные я конечно выкидываю и не оставляю но если есть допустим я не знаю 15 ширина и 3-4 вот уже если 3-4 и дальше я конечно оставляю я не выбрасываю потому что из этих остатков можно много чего сделать это мы откладываем вот считайте что половина половина фона уже у нас готова вот здесь не знаю что случилось с этой бумагой может попало куда ну нормально я думаю что в данной открытке ничего страшного тем более что это облако можно чуть-чуть подправить я заранее подготовила украшалки для для вот этой подложки чтобы сократить видео чтобы не делать это в кадре и теперь пробую при помощи этой бумаги сложить то что чтобы создать композиции в кадре можно увидеть также картон отзывной картон и переплетный картон который также я когда вырезаю что-то для альбомов для открыток они всегда у меня что-то остается какие-то кусочки можно увидеть что мелкие там совсем можно покрупнее я все это потом использую если есть маленькая композиция маленькие цветочки листочки чтобы там не было я уже не вырезаю из больших листов картона а вырезаю а беру отсюда всегда остаются какие-то мелкие остатки поэтому я беру отсюда и использую если уж совсем кроготные конечно я уже не выбрасываю я уже не оставляю но если они вот здесь можно увидеть что можно использовать маленькие все бумажки вернее не бумажки а вот этот картон и не нужно не обязательно вырезать из большого листа вот маленький нет такой необходимости теперь намазываем клеем кстати вот эту бутылочку эту с этим носиком я как-то показывала как можно сделать такую бутылочку с клеем я не забуду я ссылочку оставлю в описании или где-нибудь наверху как я сделала бутылку какие бутылки можно заказать с алиэкспресс ну на них не напасешься хотя они недорого стоят там но все равно и можно взять иголку от шприца все зависит от толщины которая вам нужна и эту иголку прорезать плоскобуксами выпрямлять ее немножко потому что она деформируется конечно и приклеивать я приклеивала ее горячим клеем и вот она мне уже довольно таки долго служит я очень часто пользуюсь именно этой бутылочкой вырезаем я специально не стала делать чтобы быстро это двигалась специально делаю медленно чтобы если это будет новичок который не совсем знает как это все делает как это все делается чтобы он увидел весь процесс ну а если кто мастер уже какое-то время уже делает и ему все ясно можно перемотать и остановиться там где где вы захотите у нас тут дождик идет может быть слышно не знаю тоску наводит но я время не теряю занимаюсь любимым делом вот поправляем все что там нужно нам аккуратненько мажем этим клеем и промазываем хорошо но не слишком много не слишком много не слишком много то что вылезло за рамки нашей подложки мы поправляем там и то что вышло то что нам не нужно мы вырезаем аккуратненько поправляем так как мы это видим так как нам это нравится если мы результатом довольны то то что нам не нужно мы вырезаем просто ровненько по по краям вырезаем все дальше нам остается только еще еще одну проклеить и все и наша открытка будет готова дальше с ней работать дальше уже будем приклеивать все что мы подготовили это лишь как вам сказать это лишь часть это лишь идея как можно открытку украсить на самом деле тут гораздо больше только включите свою фантазию здесь можно не делать такой пейзаж который делала я может это сложно для вас или не хотите заморачиваться нету времени это тоже возможно тогда можно вот такой прямоугольник вырезать и на нем просто приклеить что-то одно я не знаю любого зверечка там можно зайчишку можно просто цветочек какой-нибудь отштамповать и покрасить не обязательно делать такую композицию которую делала я это просто идея на самом деле тут что угодно можно промазываем клеем все кусочки не сильно много не сильно мало достаточно чтобы она держалась хорошенько и что мне нравится в скраббукинге что если мы все люди и мы все понимаем что можно где-то осичку дать где-то что-то не так сделать и всегда есть возможность поправить если где-то мы ошиблись и этот листочек оказалось что я приклеила его неправильно изнаночной стороной хорошо что клей еще не успел схватиться вот что получается когда невнимательность очень переживала и не обратила внимание что ведь не секрет что когда мы вырезаем делаем вырубку то есть изнаночная сторона вырубки и есть лицевая и в данном случае я порезала правильно но приклеила с другой стороны которая не очень презентабельна поэтому я насколько это возможно почистила чистим то что то что возможно чистить и будем пытаться это исправлять еще раз проклеиваем клея не нужно жалеть но и не нужно много оставить все приклеили еще одну траву и последний штрих как раз этот кусочек не остался когда я делала вырубку этот кусочек остался от травы от этой бумагы где я его резала осталась и сюда его приклеим прямо на ней приклеим без всякого объема все теперь наша подложка готова чтобы на ней уже создать композицию при помощи вот таких рамочек как оказалось все таки можно 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 создать вполне себе достойную открыточку и пробуем создавать композиции не боимся ставим туда ставим сюда смотрим как нам лучше как больше нам подходит пробуем вначале нужно создавать просто не клеить ничего просто вот создавать и посмотреть как это получится а потом уже когда мы посмотрели мы поставили посмотрели нам понравился результат только после этого после этого только мы можем уже клей нанести и приклеивать ну например олененка можно сюда поставить или поменять местами можно как-то это такой процесс когда мы создаем что-то композицию какой-то с цветочками можно совушку туда на пенек поставить приклеить можно пенек сюда в эту сторону и опять же совушку чтобы она была повыше потому что она круглая и маленького растика вот так можно вот тут у нас грибочки все это можно вырезать как вырезала я отштамповала и вырезала можно это может у кого есть ножи может что-то хорошо рисует или еще какие-то варианты можете выбирать то что вам понравится как вам понравится это украсить и тут мы видим что чего-то не хватает не хватает не хватает тут зайчика поэтому мы зайчика сейчас отштамповали вырежем все сейчас мы его туда приклеим посмотрим сначала как он там будет у нас смотреться вот теперь мы видим что зайчик на своем месте все теперь мы можем это все приклеивать вот это все композиции если необходимо еще добавить где-то объем опять же берем эти маленькие наши остатки от картона вот так можно даже по варварски так немножко оторвать и чтобы цветочек не не был приклеен прямо к этой основе чтобы тоже какой-то объем был мы его приклеиваем туда вот этот кусочек маленький картона и все и наш цветочек уже имеет какой-то объем и вот это вот вот бабочки можно так приклеить а можно тоже на чем-то приклеивать чтобы у них тоже был объем я приклеила так. Нас ограничивает, как многие мастерицы говорят, ничего нового не скажу, нас ограничивает только наша фантазия. Вот тут мы можем создавать как нам нравится. И что нам нравится. Именно вот на данном этапе я получила огромное удовольствие от процесса создания вот этой замечательной открыточки. Мне-то очень-очень понравилось, как идет все это. И то, что я отштамповала. Я как-то, я это все заказывала, зверюшек этих все это соли. Вот. И ничуть не жалею. Ничуть не жалею об этом. Приклеиваем сюда пенечек. Дальше уже все идет к завершению. М-м-м. 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 М-м. Совушку приклеили и клеим сейчас нашу грибочку. Смотрим где их лучше приклеим, где они лучше будут смотреться. Приклеили олененка. И посмотрим в конце на то, что у нас получится. Лишний клей стираем конечно. Лишний клей стираем и клеим последние штрихи. Штрихи наводим, клеим зайчишку. Приклеим все, что нам нужно, где нам нужно. Вот это то, о чем я говорила, что если клей хороший, то можно немножко поиграться с ним. Вытираем лишний клей. Чтобы все было чистенько. Теперь нам остается только приклеить нашу красоту на саму основу, которую мы приготовили. Для этого наносим клей до линии изгиба, до линии середины изгиба и до линии изгиба, которая в начале. Вот этот квадрат мы можем наносить клей. Ни выше, ни ниже вот этого линии изгиба мы не должны наносить клей. Иначе наша конструкция не будет работать, так как нам это нужно. Наносим, опять же, столько клея, сколько нужно, но немного, чтобы он не вылезал за рамки. Вот, и очень аккуратно, ровно посередине до линии изгиба, до линии того, что мы приклеивали там. Мы приклеиваем и, конечно, обращаем внимание на то, чтобы ничего не вылезало. Чтобы она была ровная, посередине, чтобы ничего не вылезало, ни клея, ничего. И проверяем, все ли у нас клеится. Все ли у нас заклеилось, он у нас работает или не работает как-то. Пока еще клей не схватился хорошо, мы можем подправить, выровнять и проверяем. Вот, конструкция наша сработала. Можно подарить ее в таком виде. Или в открытом. В конце будет фотография этой открытки. Или небольшое видео. Вот, собственно, что я хотела вам показать, чем хотела поделиться. Успехов Вам! Удачи! Будьте здоровы! И спасибо за просмотр! детей! Удачи Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok